Здравы, будьте люди добрые! Сегодня мы не будем разбирать мифологическую булину из книги Каледы. Сегодня я хотела бы поговорить вот о чем. Дело в том, что в последнее время периодически я слышу от славянских духовников или жрецов в высказывании о том, что у наших пращуров, славян, не было понятия добра или зла, а все было едино, и все служило развитию, и служит развитию. Позвольте, братцы, значит мы все и все должны хлебать и мед, и извините, каки, одной ложкой, и на все говорить, ах, как хорошо и вкусно, и каким я стал здоровым и цветущим от такой разнообразной, в кавычках, пищи. Давайте попробуем разобраться с этим вопросом, уж коль мы хотим возродить нашу культуру, традицию и мировоззрение. Итак, существовало ли понятие добра и зла в славяно-арийском мировоззрении? Естественно, да. С большой буквы, да. Если этого не было бы, то тогда не было бы и таких, подчеркиваю, отдельных слов, как добро и зло. А все называлось бы единым словом, например, все добро. Какой смысл называть словом то, чего нету? Раз уже названо, значит оно существует. В своих поисках истины в этом вопросе я опиралась на мифологию. Во-первых, славянскую, во-вторых, арийскую или мифологию жрецов-зерманитов. В книге Каледы, которая является упорядоченным сборником славянских мифов, есть один интересный миф или Белина. О духовном падении нашего первопредка Велеса под влиянием Дия или темных сил. Миф называется Велес скрывается в азов горе. Частично я уже рассматривала этот вопрос в одном из своих видео. Кому интересно, тот может лично прочитать этот миф. Там есть над чем задуматься. Я же прочитаю лишь выдержку из него. Так сказал тогда Велес Дию. О слуга и противник Бога! Ты царь Нави и привидений, прибежище падших душ. Ты познал тщету и величие мира, созданного Сварогом. Искушаешь ты наши души и приносишь освобождение от оков матерей бренной. Ныне твой наступает час. Ты и мне возвратишь свободу, единение с Вышним Богом. И сказал ему сын Сидуни. Я секира в руках у Бога, повелитель кривды и зла. Но свершаю я лишь благое, ведь без тьмы не бывает света. И без света не будет жизни. Правды нет, если кривды нет. Так положено Вышним вправе. И сказал тогда мудрый Велес. Каждый должен пройти свой путь. Предначертанное свершится, как свершалось оно и прежде. И тогда подносили Велесу чару с ядовитой бузой, что была отравлена дыем, влившим в чару ослинный мозг. Выпей, Велес, за нашу дружбу. Выпил Велес и пал на землю. Горло Велеса посинело. И тогда служители дыя положили его в колоду и спустили в пещеры Вия. Очень интересный отрывок, не правда ли? Попробуем разобраться подробнее. Сразу стоит отметить, что сам прародитель нашего народа, Велес, батюшка, вполне понимает, с кем он имеет дело. Ведь он предупрежден родом, что ему придется пройти этот путь. Велес сознательно идет на эту жертву. Какой путь? Да вот как раз путь познания добра и зла. Путь познания темного начала и сознательного отказа от него на основе негативного и позитивного опыта души. Естественно, если этот опыт будет переосмыслен и переосознан. Это подтверждается и зервонитским космогоническим мифом о сотворении мира и борьбе в духа тьмы и духа света через человеческие души в мире материи. Когда зло по договору с Творцом было допущено к влиянию на мир материи, Бог созвал всех первопредков людей, созданных, заметьте, только им и никем более. И спросил, как вы хотите, чтобы я поступил, вечно оберегал вас от зла, но тогда вы не вырастите и не станете самостоятельными, подобными отцу вашему. Или вы вступите в битву со злом в мире материи, пройдете путь негативного и позитивного опыта, получите прививку от зла и станете сильными. И тогда наши пращуры выбрали путь познания добра и зла в мире материи, что вполне логично. Читая наши славянские мифы, мы и сами видим эту борьбу на примере Перуна, Кришеня, Велеса и ряда наших героев, сражающихся то с черным змеем, то с черным идолом, то с чернобогом, то с дыем и так далее. Там же описаны замки этих существ, где все стены подперты человечьими костями, текут реки и людской крови, ну и остальные ужасы. Так как можно говорить, что этого не существует? Как вы это объясните, господа славянские жрецы? Или я чего-то не понимаю? В нашем же славянском космогеническом мифе о сотворении мира кое-чего, конечно, не хватает для полной ясности, но следы потерянной части все же есть, что приводит к мысли о единой основе космогенической мифологии. Читаем, что в начале творения род породил корову Зимун и козу Сидунь. Из материи, ну или из молока, корова Зимун начала рождаться Вселенная. Коза же Сидунь стала родительницей темных сил. Как это нужно понимать? Чтобы понять, что здесь имелось в виду, обратимся к астрологической символике, именно к ней. Корова Зимун символически связана со знаком Тельца, которым изначально управляло Солнце, Звезда, а не Венера, как сейчас. Таким образом, материя Зимун – это одухотворенная, соединенная с Духом Всевышнего материя, ну то есть материя плюс Солнце. Из нее формируется материальная Вселенная, как позже выясняется, душа человека, душа Сына, Земли и Неба. Поэтому в Душе человека есть и материальная, то есть рефлекторная, подсознательная, материнская, пассивная часть, которая связывает нас с животным миром и с инстинктами, обеспечивающими выживание и продление рода. И есть духовная часть от Отца Небесного Огня, мужская часть, зовущая нас домой, зовущая нас к преобразованию и качественному изменению себя через переосознание своего опыта. Чтобы мы вернули себе утраченное после падения состояние Сына Божьего и продолжали свое развитие уже в этом, лишенном зла, состоянии. Но есть еще и другой вид материи, материя Сидунь. Это связано со знаком Козерога. Коза Сидунь или Козерог. Кстати, время этого зодиакального знака приходится как раз на самое темное время в году. Каледу же мы празднуем, как раз в знаке Козерога, когда Солнце только нарождается. То есть символически имеют наименьшую силу. Так вот, изначальным управителем знака Козерога был Юпитер. Та самая планета, которой не хватило совсем немного массы, чтобы стать второй звездой в нашей системе. И по аналогии соответствия всего всему, то есть второй Творец не родился как Творец, как звезда. И впоследствии стал противником Бога. Пошел наперекор Роду и Сварогу. Стал искушать души людей. Про что, собственно, и говорит Велес. Почему же он не родился как Творец? Для этого нужно изучать Зарваницкий космогенический миф о сотворении нашей Вселенной. Потому как наш славянский миф содержит лишь следы этой информации. Материя Седонь лишена света, лишена любви. Отсюда вы понимаете, какими качествами обладают все темные сущности. Они же пользуются нашим неким незнанием внутренним. Искушают. И им это часто удается. Почему Вечный Род породил такое начало? Опять-таки, в нашем славянском мифе об этом ничего не сказано. Просто сказано, что Род родил Седунь. И все. В Зарваницкой теории это объясняется тем, что одним из самых главных законов, которым обладает Род, и которым он награждает все свое творение, есть закон свободы воли. Отсюда и следует, что мы можем выбрать как правильно, так и неправильно. То есть выбрать то, что будет либо увеличивать количество света в нас, что будет вести к нашему внутреннему упорядочиванию, либо то, что будет вести к увеличению тьмы в нас, то есть к понижению наших вибраций, к увеличению количества хаоса в нас. Поэтому родился вот такой вот дух, неродившийся как Творец, который избрал путь отрицательный и со своей вот такой вот позицией вмешивается в творение Сварога. В прочитанном отрывке мифа он сам называет себя отцом лжи. И, следовательно, все последующие его слова есть ложь. Ну, например, что без тьмы не бывает света, и без смерти не будет жизни, и без кривды не будет правды. Откровенная ложь. Ибо как можно верить словам отца лжи? Возьмем аналогию. Вирусы, которыми мы болеем, можно сравнить со системой зла. Они также паразитируют на живых клетках, заставляют работать их на себя. И если организм их не уничтожает, погибают вместе с организмом, если организм не сопротивляется. Да, вирусы тренируют нашу иммунную систему. Но скажите мне, разве для того, чтобы организм нормально рос и развивался, обязательно нужен вирус? Я думаю, нет. По аналогии, поэтому и зло – необязательная часть мироздания. Просто так получилось еще в начале творения, что из двух претендентов на звание творцов творцом стал лишь один из них, а второй избрал путиной. И сейчас он действует, потому что ему временно разрешили это делать, чтобы мы получили прививку от него. Да, мы должны пройти этим путем, но это не значит, что могло быть когда-то и по-другому. Поэтому понятие добра и зла для наших пращуров существовало. И они вели осознанную жизнь, наблюдали за собой и анализировали, и думали, как поступить правильно в той или иной ситуации, разделяли зерна от плевел. Не даром даже вся одежда вышивалась защитными знаками от нечистой силы. Та и обрядов и ритуалов защитных тоже было великое множество. Именно поэтому наш материальный мир заключен в кольцо конечного времени, символом чего является змея, кусающая свой хвост. То есть все, что здесь рождается, имеет и свой конец, разрушается. Материя рождается и разрушается, и снова рождается. Именно для того, чтобы проявления зла тоже имели свой конец и не вошли в вечность. Туда, куда имеет доступ душа человека. Ибо мы – дети Божьи. Я понимаю, что многие могут возразить и сказать, как так получается, что иногда то, что ты считал добром, оборачивается негативным опытом. А то, что ты считал злом, рождает впоследствии хороший результат. Значит, понятие добра и зла относительны. Или вообще не следует опыт делить на такие понятия. Я думаю, что такая путаница возникает по нескольким причинам. И основное из них – это то, что мы еще ясно не представляем, не видим, где добро, где зло. Даже в силу незнания некоторых законов. Ну, во-первых, все зависит от уровня сознания, на котором находится человек. Человеку, который уже достаточно все осознает и понимает, стыдно возвращаться в песочницу к детям. А человек, который только-только начал над чем-то задумываться, первый шаг из песочницы уже подвиг. А во-вторых, в том-то и дело, что сейчас из-за того, что зло часто одевает маски добра, мы можем путать добро и зло от нашего незнания. Поэтому, когда кажущееся нам добро оборачивается негативным опытом, нам надо задумываться, а действительно ли это было добром, вело ли это к нашему качественному преображению, к эволюции, действительно ли мы поступали по законам света или чего-то не учли, не допоняли. Но если мы испытали горький опыт, правильно все поняв, боролись и стали сильнее, так что зло в конечном итоге обернулось добром, так ведь это благодаря силе духа, вложенной в нас Отцом Небесным. Ведь мы могли не бороться и опустить руки, и тогда зло никогда бы не обернулось добрыми результатами. Изучая славянскую мифологию, я нахожу подтверждение существованию славян таких понятий, как добро и зло в каждом мифе Беллине. Они учат нас, как поступать правильно, они учат нас узнавать зло под масками добра, учат разделять зерна от плевел и переосмысливать свой опыт. А без переосмысления, пусть хоть небольшой, части этого опыта, какой тогда смысл в нашей жизни тут? И в конце приведу маленький пример. Однажды я услышала от одного жреца, объясняющего устройство ведического храма и значение основных славянских богов, что часть храма отведена для богини Мары. И это несмотря на то, что, мол, Мара богиня темная, богиня смерти. И это он объяснил как раз тем, что у славян не было разделения между светом и тьмой. И вот, значит, темная богиня Марта пущена в храм. Позвольте не согласиться. Как раз было и очень четкое разделение. Вспомнить хотя бы то, что наши пращуры закрывали ставнями окна, как только начинало темнеть. И это делалось не просто так, а ради защиты дома и семьи от тьмы ночи. Но вернемся к Маре. Да, она дочь Сварога. Но Мара это прежде всего богиня сна и вообще всякого статического состояния, когда нет видимого движения. Но зато идет внутренняя работа. Так вот, она имеет две ипостаси, светлую и темную. Светлая Мара дает спокойный сон, вдохновение, стадию созревания. И эта сила выражается, например, в виде зимы в природе, когда природа спит, но внутри ее происходит процесс накопления энергии для того, чтобы далее дать плоды и урожай во время лета. Это и некий застой в жизни, но при этом внутри происходит переход количества в качество. И если хотите, это и физическая смерть, когда душа отправляется на отдых после трудов в мире яви. Но бывает и темная сторона сна. Это прежде всего сон разума или сон духовный, когда человек забывает о своем духовном происхождении и живет только инстинктивным уровнем, либо продает совесть за материальные блага. Это и сон алкогольный, и наркотический, это и сон, навеянный колдовством с целью приворота, например. Вот такую Мару называют женой, либо дочерью Кащея. Одного понятия могут быть две стороны. Поэтому Марёна бывает и красавица, и страшной старухой. Сейчас в нашем мире все имеет двойственное проявление, о чем и предупреждали наши пращуры и учили нас. А человеческая душа стоит между, она должна делать выбор. И в тех условиях, в которых мы оказались сейчас, не по нашей воле, мы должны пройти негативный опыт тоже. Но это не значит, что изначально могло быть по-другому. Закон свободы и воли никто не отменял. А значит, существует выбор, по большому счету, между светом и тьмой, между добром и злом, между эволюцией и деградацией, между порядком и хаосом. И не надо говорить, что все оно едино. Нельзя есть все подряд и говорить, что оно все одинаково вкусно и тем более полезно. Надеюсь, что мои исследования были для вас полезны. И надеюсь, все мы понимаем, что будет постепенно происходить с нашими мозгами, если мы будем вводить дружбу с Деем. Думаю, что никто из нас не хочет выпить напиток с мозгами осла и не хочет стать ослом, которым помыкают. Благодарю за внимание.